Здравствуйте, друзья мои, а также потенциальные друзья. Ведь число подписчиков моих непрерывно растет, а следовательно растет число людей, которые подписались бы под моими словами. Это большая честь, большая радость, что мы собираемся вместе. Спасибо! А тема сегодняшнего ролика – это греческие боги с русскими именами. Согласно мифам Древней Греции, олимпийские боги были родом из Гипербореи. Гиперборейцы жили на своей родине в гармонии с собой и в мире с соседями. Владели левитацией, летали во все уголки земли на летательных аппаратах, создали города. После катастрофы их страну накрыл холод, и они переселились в южные широты, создав современное нам человечество, города, культуру, сельское хозяйство. Светлана Васильевна Жарникова, ученый и подвижник, доказала, что родина Гипербореев – русский север. Так она приводит исследования Жанна Сильвена Баи, еще современника Вольтера. Баи говорит, древние боги – египетский Осирис, сирийский Адонис – были боги Солнца. А бог Солнца умирает и воскресает на сороковой день. Астроном Баи без труда определил, где же Солнце не светит в сорок дней. И это 68-й градус северной широты. Примерно где Кольский полуостров, Западная Сибирь он проходит. Короче, там, где полярная ночь длится в сорок дней. Сегодня на этой широте, например, город Мурманск или Мурманск, как говорят моряки. Город моряков, поморов, как раньше говорили. А в моей юности говорили – мореман, называли моряков. Эй, мореман, куда идешь? На ювай, джинсы привези. И вот тут мне подумалось – Мурманск или Мурманск? Не от этого ли слово происходит? Не море ли манит жителей города? Мурманск. Ну, если мурманчане против, уж не обижайтесь, это просто вариант. Далее. На Кольском полуострове в Горной Ашурии нашли мегалитические фундаменты. На русском севере поселение возрастом 30-50 тысяч лет, что подтверждает предположение Жан-Баи сегодня. Жан-Баи был уверен, что Арктика и Шпицберген были землей могущественных атлантов, и что Гиперборея и Атлантида тождественны. Все знания и опыт южных народов созданы из знаний, опыта и традиций народов, обитавших в северных и приполярных широтах. Таким образом, очаг культуры, источник знаний человечества был мощным, и он был один, а следовательно и язык был один – русский. Думаю, Баи долго смеялся бы, узнав версию современных нам ученых о том, что человечество произошло от небольшого в пару тысяч племени из Восточной Африки, ну да бог судья этим нашим современным ученым. А мы сегодня постараемся убрать с мифов эзотерику и увидеть в них историю человечества. В 500 году н.э. Афинянин Салон, поэт и путешественник, побывал в городе Саис в Египте, в Дельте-Нила. К его удивлению, его приняли как родственника. Он узнал от жрецов, белокурых и светлоглазых, что Афина – эллинская. Носит у них имя Нейт в Египте, что Афина, основав город Афины, создала людей от геи, земли и семени Гефеста, ввела порядок строя законы, а спустя тысячу лет основала же их же город Саис в Египте. Поэтому с Афинянами они практически родственники. Вот что он ему сказал, он говорит, вы эллины вечно юные умом, ибо умы ваши не сохраняют никакого предания, исконне переходившего из рода в род, и никакого учения, посидевшего от времени. Вот руины города Саис, посмотрите, ничего не осталось. Но за полвека до того, как написана эта гравюра, в 1798-м Наполеон в походе на Египет, сделал поход на Египет. Посмотрите эту гравюру, победители слева. Наполеон, некто похожий на гусара, некто похожий на боярина в высокой шапке, и побежденные справа, благородные высокие люди. Бородатые, в широких одеждах, воины, усатые, в шароварах, есть раненые. Похоже, Наполеон громил в Африке остатки Тартарии, вам не кажется? Поделитесь со мной вашими наблюдениями. Но выглядят они, как казаки и жрецы. Итак, Афина-Элинская, это Нейт-Египетская. У коптов, населяющих, живущих в Египте, сегодня даже сохранилось такое предание. Богиня-мать по имени Мами создавала людей из глины, смешанной с кровью богов. Вылепила она семь мужчин и семь женщин. Как видим, о ребрышках речи здесь не было. Далее в Индии индусы сохранили память об учителях, пришедших с севера, основавших высшую касту. Они описали в ведах историю предшествующих веков, технические знания, медицину. Ну, все, все, все достижения человечества на санскрите. А санскрит и сегодня на 40% состоит из русских слов. Есть там слова также русского севера и слова, бережно хранимые в братских славянских языках. Например, калюжа у них, это лужа. Ведра, сухая погода. Савья, север. Гай, сад. Гол, солнечный круг. Вот почему мы кричим гол. Сибиро, военный лагерь. Агни, огонь. И запомним этот перевод. Бог Митра. Изначально это была богиня. Митра или мать мира, богиня сарматов и скифов. Мать мира или мара, также провожает человека в мир иной. Но с переходом в патриархат, Митру стали изображать в виде юноши, забивающего быка. И он в скифской шапочке, что подтверждает косвенно его скифское происхождение. Из раза в раз на изображениях Митры повторяется, как инструкция, по забою животного. Змея или скорпион, жалящий животное. Видимо, в целях анестезии или обезболивания. Поза Митры повторяется и точный удар острого орудия. Да, еще солнце и луна – периоды, благоприятные для мясозаготовок, по-видимому. А вискифы и сарматы, по свидетельству Сократа, были соседями гиперпорейцев на их северной родине. В имени Митра заложена его профессия – умертвлять, умертвлять домашних животных. Жестокая, но необходимая и уважаемая профессия. Необходимая для мясозаготовок. Геракл. Геракл был гипербореец. Написание имени Геракл в написании – есть один нюанс. По-русски оно звучало как Иракл. И первая буква И писалась с горизонтальной черточкой, перекладинкой. Ошибочно она была прочтена как Х, поэтому он стал… Со временем Х затвердела и превратилась в Г, так и образовалось имя Геракл. Ну и в конце традиционно ИС – Гераклис, как же нам без этого. Что можно сказать об этом персонаже? Ну, судя по записям греческих мифологий, он украл коров Гериона, победил критского быка, чистил конюшни. Он то и дело борется с быками, вепрями, забивает овец. Имя его, если прочесть внимательно, первая часть имени – это Яра. Яра, а второе – Кыл. По-видимому, Кол. Период Яра, Ярила – это с апреля по май. А слово Кол рассмотрим поподробнее. Кол в русском языке. Его забивают в землю, чтобы очертить кола. Лошадь козу держит на приколе. Три кола вбито, да небом покрыто. О, это о моем богатстве. Полярную звезду также называют Колом. Подумайте над этим. Далее Колок на гитаре. И вот Колова, забойка, закол, коловщик, закольщик. Вот и ответ. Геракл, который все время упоминается в связи с домашними животными, это искаженный от Яра кол человек, забойщик, вернее, закольщик домашнего скота, последователь скифского Митры или его коллега. Не могу обойтись без справки. Длиннорогие степные быки были одомашнены 9000 лет назад в Южном Прикаспии. В это же время на Южном Урале были одомашнены короткорогие лесные быки. Сейчас все мясомолочное поголовье крупного рогатого скота на планете Земля это генетическая линия короткорогих уральских быков. Самые древние стада коров, лошадей и коз найдены на реке Ик в Башкирии. По материалам Южно-Уральской археологической экспедиции Академии наук СССР Матюшкин Г.Н. Как видите, есть ученые, которые честно выполняют свою работу. Есть выводы их, много лет назад сделанные. Просто им не придают широкой огласки. А ведь это прямо говорит о том, что стада коров Гиреона паслись на Урале и украл их Геракл за благой целью, чтобы распространить молочное животноводство на юге. Пасейдон Имя этого бога связывают с морями и океанами. Но исходя из русского перевода его имени, я бы связала его имя с реками. А вернее, он научил людей пойменному земледелию. Пасейдона или засейдонные почвы в перерывах между разливами рек. Это наука. Этому предшествуют ирригационные, осушительные работы в пойменных и дельтовых системах рек. Здесь шло овощеводство, выращивались зерновые, луговые культуры на корм скоту также. А какого уровня достигло пойменное земледелие в дельте Нила, до сих пор вызывает восхищение ученых. И об этом люди помнят. Так же, как и помнят его имя с благодарностью. Пасейдон Неотразимый Аполлон, конечно же, Купала. Ведь он летал в Гиперборею к маме по имени Лето. А день Купалы, это 21 июня, в разгар лета. Да и запомнился Аполлон своей красотой, веселью и склонностью к праздникам, в точности, как наш Купала. Персей Вторая часть его имени, Сей, не оставляет сомнений, что он тоже сеятель. А вот что такое Пер? Либо первый сеятель, либо история более сложная. Перлина Это жемчужина. По сходству с жемчугом мы называем ошлифованный ячмень перловкой. Ячмень – первая злаковая культура. Скифы, египтяне, ассирийцы, китайцы питались ячменной кашей и готовили ячменное пиво. В самые стародавние времена в русских травниках пишется о пользе ячменного отвара. Из пророщенных и высушенных сырин ячменя готовят ячменный солод, лекарственное средство и сырье для пива вареньем. Персей – сеятель, ячменя перловой крупы. Кстати, страна Греция, как пишется и звучит по-английски? Грис – красиво. Но на иврите гриз – это зерно, да и по-английски зерно – гритс. Значит ли это, что само название Греция – гриз появилось с начала зернового земледелия в Средиземноморье, когда гипербореи, придя с Сибири и Урала, научили народ агротехники, засеяв поля ячменем, как первой культурой, в отличие от предшествующего периода, когда народ жил собирательством и охотой. То есть название Греция увековечило переход к зерновому земледелию. Попросту слово греки, если сказать так по-русски, это каши еды, ячмена еды. И это был прогресс на тот момент. Комплимент от повара для рыцарей. Кто не помнит ячменную кашу в советской армии? Как ее называли? Шрапнель. Ну, вернемся к нашим богам. Бог Кронос. Словарь древнегреческого. Кранао отсекать, пожинать, следовательно, кранос зерно. Ну, а теперь по-русски. Окончание «ос» убираем, как приставное. И приставка «ка» обозначает направление. Это ведь стрелка, имеем это в виду. Остался простой русский корень «рон». Вспомним Левитана. Советские войска нанесли сокрушительный урон противнику. Ага, значит, роняют людей. Далее. Ворон. Птица, летящая в места погибших ронных тел. Во-рон. Далее. «Корона с головы не упадет», – кричат тетки друг к другу. А ведь упадет по определению. На то она и «ко» – «рону», предназначенная к «рону». Дальше интересней. Валюта – крона. Валюта будет роняться и падать. Тоже по определению. Ребята, деньги в кронах не держать. Валюта рухнет. Ну, также крона – это вершина дерева с листвой, предназначенной к рону, к ронянию. Говорят, конь ронит седока. Ронят лес. Ронят траву косари. Ронят парус моряки. Не роняй слов на глушь. Надо запомнить. Итак, ронянье, роненье, рон, ронка, ронный. Роняй кронке. Склонный к рону человек. Либо человек склонный ронять, либо человек легко роняемый сам. Давайте обратимся к биографии этого персонажа. Что он нам прояснит? Его отец, увидав его младенцем, лишил его права на жизнь и приговорил его к выбраковке или к Рону. А в свою очередь и он сам, став отцом, вынес приговор своим детям к Рону. Но жестокий порядок отбора был характерен в те времена. Вспомним Спарту, где больных деток просто выбраковывали. Да, толерантностью и не пахло. Такие были времена, конечно, уж больно много у них чудовища было. Кентавры, горгоны. Впрочем, не больно-то бабы слушали своих мужей, их приказов. Как мы видим, и сам Крон выжил, и ему жена вместо ребенка подсунула камень, обернутый пеленочкой. С успехом его обманула. Мудрая Афина. Чтобы понять смысл ее имени, надо представить себе жизнь древних людей. В холодном климате сохранность урожая зимой – это вопрос жизни и смерти. Местом хранения урожая был авин. И если на крыше авина поселялась сава, птица с авина, то сава уничтожала грызунов. В авине бабы рожали, а старики отходили. Это место соприкасалось с иной мерностью, сакральная. Вроде как банька сегодня. Таким образом, со временем, сава, сидящая на границе мерности, сама стала символом мудрости и тайны. Ведическая православная, покровительница России, святая София, а вслед за ней и Афина. Они несут совиные крылья и имя совы. А египетская ночь – также время активности сов. Таким образом, сова – это зооморфный признак Афины и Софии. А стоит за ними та же мать мира или Мара. Слово «ягия» на иконе «ягия София» переводят с греческого как «святая». Но слово-то это русское, и оно гораздо шире. Слово «огонь» изначально писалось через «а» – «агонь», как подсказывают нам в санскрите. Кое-что осталось, например, гореть в агонии. Именно через «а» – гореть. Ну, тогда агнец Божий – это свет Божий, а не овца. Тогда и ангел или ангел – это подобный свету, а не человечек с крыльями. А может быть, и баба-яга, которая неизменно разжигает печь, она тоже огненно светящая или светлая. Посмотрите на эту замечательную фреску. Эту древнюю фреску в храме Кипра прислала мне мой уважаемый зритель Галина. Все имена писаны по-русски. Варвара, Мария, Анастасия. Значение «агия» равно «агни», равно «огонь», равно «светлое», равно «святая». Я совершенно согласна с Галиной. И спасибо ей за то, что обратила внимание на это слово. Следующее. Этот лик, выложенный мозаикой в храме в Палермо, надпись, написанная по часовой стрелке, легко читаема. А именно написано «Уранос – мой трон». Уранос или небеса – так трактуется с греческого. Ну, ребята, кто же, в общем-то, кричит «Ура!» до сих пор? И на поле боя, и на свадьбах, и на парадах, и в любви, и в драке. Ну, конечно, мы, конечно, славяне. Вот расскажу вам случай. Один мой товарищ участвовал в Советской Армии в сотом параде. Отходил, медальку получил, все хорошо. Так вот, кричать «Ура!» их учили целую неделю. Это не просто там крик безумный какой-то. Кричать нужно, бывает крик долгий, бывает краткая «Ура!». Долгая «Ура!» кричат только на полную расслабленную грудь, по нотам с низкого звука до высокого. В общем, по-видимому, создаются особые вибрации. Но главное, что это наша традиция. Только наша. И, слушайте, я дам вам ссылочку, как кричат «Ура!» в свадебных причетах русского севера. Обязательно послушайте. Кто не расплачется, у того нет сердца. Двигаемся дальше. Гера. Гера – госпожа, так ее называют. Ну да, госпожа. На иврите и будет Геверет или Гера. Но госпожа не имя, а обращение, сан. Как же ее имя? Давайте разбираться. Белокурая и Валаокая по Гомеру, жена Зевса. Символ у нее – прялка. Но нашли остатки самой древней прялки в Вологодской области. Сегодня это национальный парк «Русский север». Дальше. Зевс и Гера предавались любовным играм на горе Ида. Но гора не может быть Идой. Гора не идет. Ида должна быть рекой. Это река идет, бежит, течет, движется. Ида на санскрите – ручей. А речка-то, Ида, течет тоже по Вологодской области. О святости этих мест, о сакральности их, говорят топонимы. Вы только послушайте. Перунь, Волосова от Велеса, Бабаева от Баба, Смородина – мы знаем, это переход в иную мерность, Дедово поле – дедом называли Велеса, Татьма – это просто сакральное слово, Радован или Родован, Навья гора, Чар озера, Вещ озера. Удина гора. Уда, если кто не знает, это первичный признак мужчины. Недаром тетеньки мужей неохотно отпускают на рыбалку. Пойду рыбу удить. Ну да, по Уди. Дальше. Гора Карачун. Чертово. То есть место Чертово скорее. Место, где писали еще чертами. Это самая одна из первейших наших письменностей. Черта и Реза. Само слово «идти» появилось из имени этой первореки. Посмотрим теперь на Велеса. Если написать на белорусско-украинский манер «цэ-велес», то есть это Велес по-русски, а потом неаккуратненько прочесть, то и получится «зэ-ус» или «зевс». То есть «зевс» – это Велес. Где же еще встречаться в богоподобной гиперборейской паре? Женщина, баба. А сегодня баба – мудрец в Индии. Правда, слово перешло в мужской род. И мужчина, дед, Велес, Зевс. Где же им встречаться, как ни на Чар-озере, ни на Удиной горе, или Громошике, или Дедовом поле? Что еще можно сказать об этом сакральном месте? 26 христианских монастырей к XIX веку стояло в Вологодской губернии. И все они воздвигались на местах ведических святилищ. Так храмы Богородицы стоят всегда на месте святилища Матери Мира или Мары. Археолог Засецкий пишет в прошлом веке, ссылаясь на карту Целария и Гибнера. Позапрошлом веке, простите. В северной стороне течения Волги обитали по всем местам народы гипофаги, сарматы. И сие по положению той аккард значатся гиперборейские горы, а за ними море сарматское, северное. А мы ведь помним, что Вологда, Вологодская область граничит с Архангельской и Белым морем. Архангельск, если вспомнить нашу расшифровку слова «агел», как «огненный светлый», то Архангельск – это Иер, то есть очень самый светящийся город. Так, посмотрите, пожалуйста, картинку «Северное сияние» в Архангельской области. Разве не достойно назвать город в честь этого зрелища? Вывод. Русский север – место, где совершены события, позже вошедшие в греческую мифологию. Северное сияние И вот посмотрите, доказательства, если можно так сказать. Мать Мира, Мара, идет идой, осеняя своего избранника, и пишет, идой иду, лику синю тому, который мой. А ведь мы и сегодня говорим, меня осенила идея. Не пришла идея, не родилась, ею нельзя поделиться, ею можно осенить. Идет по реке, и да, мать Мира, Мара, и осеняет нитями, идеями из своего веретена. Может, и нас осенила. Комментарий моего уважаемого зрителя гласит. Ну и фантазия у этих баб. Вот так прямо он и написал. Сегодня уважаемый скептик скажет, да что же это такое, что же за имена греческих богов? Это же какие-то должности. Агроном, миллиоратор, дезинсектор, градостроитель, госпожа, наконец. Ну что я тебе скажу, вы помнишь Ивана Васильевича Булгакова? Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, царь. Не имя, а должность определяет высокого человека. У тебя-то в телефоне точно есть такие имена? Школа, турбюро, гараж, больница. Так и тогда было. Ну и насчет бабы ты тоже угадал. Самая древняя статуэтка бабы датируется возрастом 30-50 тысяч лет. Найдена она в Воронежской области. Баба всегда с нами. Хозяйка Медной горы – каменная баба. Зимой с нами – снежная баба. Бой баба, гром баба. В Беларуси помнят праздник Бабий день. А мы называем его Бабье лето. Восьмое по-новому 21 сентября. А в христианской традиции – это светлый праздник Рождества Богородицы. Правильно. Ну а на следующий месяц, 21 октября, празднуются осенние деды, дедов день. У нас дед не один, у нас дед Бабай, Бабайка. То есть Бабий дед не одинокий. В Индии Баба – мудрец. А наша Баба-яга, мы уже определили, светлая, премудрая. Ну а то, что она прячется под горбом, да тряпочка на голове, так видите, и девушки от немцев прятались в оккупацию. Надо было выжить, перетерпеть. И она терпит пока. Недаром говорят – Баба побабит, все дело поправит. Ну а главное, вот что вышло, я и сама не ожидала. То есть для кого-то древние боги в Гипербореи. Господа, агрономы, начальники. А для нас-то они – бабушка с дедушкой. Всем я нас и поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok